Всех приветствую! Прошло ровно две недели как мы были на этом поле в поисках железок. Вот лежит колесо, сейчас взял топор, приехал прямо сюда на мопеле. Мы тогда пробовали лопатой подрубить, у нас ольха сильно в роще, нифига. Сейчас придется ольху срубить попором и вот здесь покрышка почти перегоревшая, корот перед ним что-то подрубить и все здесь будет свободно. Вот мопел, я сейчас доехал. Сегодня постараемся все вывести. Поле конечно слишком кочками, ямами кабанячими, усеяно, но еще как-нибудь постараемся. Но сначала короче вот там пробьем все места, которые остались. Тут не особо много. Так вроде я ехал, посмотрел где металл положен, ничего не пропало. Так что все на месте. Трава уже довольно-таки маленькая. Расцвели купальницы. Почему-то написано, что они в красной книге. У нас тут все поля за рочь с пластинком. Но здесь не особо много. У нас тоже есть. Вот там куст стоит. А так бывают поля, короче вот тут сейчас лютики это цветут. Вот столько купальниц цветет. Ну как он тут тоже есть. Вон тут стоят. Довольно-таки много. Короче брат придет. Будем колесо выковыривать. Где-то он по полю идет. Все с колесом справились. Где-то ушло минут 45. Перерубили шину. Вот она лежит. О, вот разбортировать не получилось. Сливу маленько бензину. Вот здесь кусочек этот подожгли. Подождали пока перегорело. Проволоку потом перерубили. В общем получилось где-то минут 45. Может чуть больше. Времени не убили. Вот диск. Потом тут в округе собрали находки. Которые были найдены. Вот сейчас я еще тут пока перегорало. Мешочек целый дернул. Рядышком тут. Это с прошлого раза находки. Телега пока пустая. Короче сейчас пойдем тот край обследовать. Потом будем ништяки вывозить. Че там нашел? Хороший. Вон дров тут же рядом че-то нашел. Банк консервов. Такая более-менее современная. С овощами. Скумбрия. Скумбрия с овощами. Кто-то тут питался. Начали обходить поля. Брат с этой стороны. Короче брат зацепил первый неплохой сигналчик. Находочку. Почти целый. Чуть обломан. Вот тут лежал травой припорошил. Я иду по той кромке. Че-то ничего сигналов нет. Там такая четкая кромка. Там ручей течет. Но находок надо. Но проверить надо. Как-то на тех уходных. Вдруг находки глазами лежат. Типа колеса. Ну или мешки тоже нормальные. Короче обойдем. Места не так уж много. Но проверить стоит. Ищем дальше. Че там? А? Брат там какое-то колесо на дубы. Сейчас покажу. Тут же рядом стогомет стоит. И ништяк. Это короче вот это островок. Там еще есть островок. Я ему говорю давай сначала края будем. Вот. Тетерех или глухарь полетел. А он пошел на островок. Островки то я тоже люблю. Но я решил пройти обочину. Все глазами. Смотри. Два таких колеса. Плюс 8. Куда-то он с дилда торчит блять. Ух ебать. Находки глазами. Ааа. Вот колесо. А они прикинь соединенные. Не? Соединенные. Смотрите. Дилда такая. Вон торчит. Смотри блять. Ебать. Вот колесо. Вот второе. Здесь походу они соединенные. Вот тут торчит проушина такая толстая. Пойдем так. Пойдем. Пойдем. Здесь короче никто никогда не ходил. Вот это я не знаю как отсюда доставать. Он уж не разбирается ведь наверное. Ну может и разбирается. Нам во всяком случае не с чем сейчас разбирается. Не, ну с металлоискателем то надо тоже пройти. Не, это будет не так. Вот это колесо 90 килограмм. Мы осенью такое находили. Ну просто колесо. Да. А тут еще ось какая-то между ними. Еще там что-то торчит. Это уже 250 как минимум. Ну с металлоискателем все надо на эту кромку пройти. В общем. Сейчас короче это будем все продевать заподряд. Вроде больше ничего такого не торчит. Находки глазами. Вон еще птичка полетела. За нами и дерева. Который-то. Кто? Вальшнов. Да ну Вальшнг меньше, наверное. Вальшнг меньше, наверное. Короче, давай. Короче, если что попадется естественно было показывать. Пока больше глазам ничего не находится. Думаю сейчас тут добывать. И металлоискателем пробивать вот эту всю часть. Короче, труда не составило ее сюда вытащить. Ничего не держало. Буквально. Просто. Такая дуга. Два колеса. Взяли вдвоем. Выкатили. Вот она лежит. Такое. Одно колесо. Второе колесо. Такая дуга. Непонятно. Литая эта дуга или труба. По звуку что-то непонятно. Так вроде, блядь, летая, а так вроде. Что это летило, блядь. Ну вот. В общем я находил такое колесо. Там было вот чисто вот этой оси кусок. Вот этого не было. Да и колесо. Вот этого диска вроде не знаю. Не было, не помню. Не было. Дырок не было. Почему-то, бля, воде. Ну тут, наверное, тогда вот эта пульсина была прикручена. И грязью замолзла. Может быть. Вот. Оно весило ровно 90 килограмм. Я его специально взвешиваю. Дома потом. Значит, вот это 90. Вот это 90. И эта дуга. Если... Это литье. Если литье, то килограмм 40 она весит. Наверное. Если труба, то килограмм 20. Да ни хуя. Ну, 90 плюс 90 это 180. Короче, 200. Около 250 килограмм, если это летая труба. Если это... Ну, это болванка. Если труба, то поменьше. Килограмм 220. Ну что, зачет. Только ее отсюда не знаю, как эвакуировать. Придется брать, наверное... Резать-то можно? Не, ну не тут резать. Болты отрезать. Да на хрена. Потом хрен собьешь. Вот здесь перерезать. А если это не труба? Ну, так долго перерезать. Придется ставить на штиля насадку болгарку. И вот здесь вот так. Раз. Два. Готово. А если труба, то еще проще. Не знаю, что это за агрегат. Кто в курсе, пишите. От чего и для чего. Ну, мне кажется, это летел. Где будет второй? А? Да тут где-то был. Вот еще был. Вот такой вот тут валяется. Я тут влечил, блядь. Вот это что здесь? Так там ось. А, бля, не видно, да? Ось колеса. Тогда мы колесо нашли. Вот у нас было с такой короткой осью. Вот с этой. А здесь, видишь, как прикручивается на два болта. Обжимается. Точно, блядь. Точно такое же. Оно 90 кг. Почему она тяжелая? Потому что здесь, смотри, как она внутренне еще захуячена. Я его тогда еле в телегу закорячил в одно лицо. В общем, будем думать. Сейчас, короче, будем копать. Если железа сегодня будет много, тогда сегодня вывозить не будем. Потому что вывозить далеко и будет это очень долго. Завтра тогда будем целый день вывозить. Сейчас посмотрим, что почем. И сколько еще найдем. Буквально после, как освободили колесо от покрышки, прошло, наверное, минут 25. Не больше. Уже стагомет вон там стоит. И вот эта штука. Не знаю, как она называется. Ну что, ищем дальше. Нашел следующий неплохой сигнальчик. Там у меня что-то железное, плотное. Или отвал, или ромашка. Что-то из этого, наверное. Отвал, скорее всего. Комаров тьма просто. Такое сырое место. Не целый, да? Нет. Половинка, где-то. Да, тут половинка от вала, короче. Ну ничего пойдет. О! 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 Короче, обошли этот островок. Вот там еще один островок. По мелочи. Обрывки тросов попались. Лемех от припузника. Там всякие непонятные железячики небольшие. Таких, чтобы четких находок особо не попалось. Островки кончились. Сейчас пойдем дальше вот по этой кромке проходить. Посмотрим, что будет попадаться. Сто пудового тутового дерева на углу что-то лежит. Все, вот эти, вот этот край поля весь прошли. Как планировали. Попалось только две хороших находки. Стагомет и вот эти два колеса сбалки. А вот эти кромки все прошли. Вот эти вот. Сигналы редко. Но кое-что так-то попадается. Это вот что на ближней кромке. Здесь вот рядом. Три лемешка целых практически. Кружина от косилки. Жестина. Две трети трака. Потом треть лемешка. Такая вот какая-то пластиночка. Еще. Кусок лемешка. Жилище невозможно. Двадцать семь градусов. На солнышке не знаю даже сколько. Еще ходили вот на ту опушку. Там тоже кое-что попадается. Но она длинная. Лопату не сбить стала. Комаров просто тьма. Без пиджака ходить. Будешь пупырчатый как огурец. А в пиджаке блин ходишь даже слышно как сало. Кипит. Сейчас короче идем к мупеду. Перекусываем. Время уже около трех наверное. Мупед вот. Там. На дальней кромке. Потом посмотрим. Сегодня короче тогда вывозить не будем. Ту колесницу с колесами на тачке не вывезти по полю. Завтра возьмем штиля с насадкой. Распилим. Будем вывозить потихоньку. Решили покружить по полю. Бывает местами на полях насыпано всяких ништяков. Вот эти два лениха еще брат утром нашел когда шел туда где колесо вырубали. И вот этот вот чугунный слиточек. Килограмм десять наверное. Сейчас вот попались. Такое колечко. Вот это я сейчас поливаю доска наверное. Тоже тут рядышком было. Это от деревянной телеги. Болт какой-то. Квадратный тоже наверное от деревянной телеги. Еще дай-ка квадратный. Вот тут осколочки. Два целых лениха. Весят по пятеру примерно. Целый лених усиленный пятеру весит. Вот эта посадка изрыта вся. Буквально недавно. Вот. Такие дела. Все вот здесь покружим. По полям просто посмотрим. Местами на полях попадается много ништяков. Если за такое зацепимся то хорошо если нет то по одному сигналу на несколько десятков метров тогда будем искать. Подошли к тому месту вот такой заезд где в тот раз были. Тут еще покружить. Чуть-чуть покружили. И находки то есть. Вот я зацепил трак 75 целый. Это наверное от гидравлики от навески. Сюда шланг подключается. Скорее всего. Такой колпачок. Вот такую штуку зацепил. Даже проволока тут прицеплена. Наверное это привязано было потерялось. Такая огневушечка. Вот брат такой угольник нашел. И вот такую планочку еще. Тоже какая-то запчастина. Из прошлого раза всякого разного. Две таких. Швеллерина. Не знаю что такое. Вот она вторая. Короче тут нормально. Оно такое мелкое. Тяжелое железо. Вот. Вот. Сейчас короче походу погуляем. Время уже много. Больше. Никуда особо заглубляться не будем. Давай поедем тогда. Иду за мопедом. Вот он стоит. Это потом очень далеко идти будет. Короче. Нашел сейчас лемешочек. Целехонький. Почти. Тут снизу пооблом она. Маленько. А это с прошлого раза кучка не показывала. Вот это. Это мой лемех. А это все остальные находки у брата наложили. Такие вот. Это наверное деревянных еще плугов. Древнероссийские. Такой топор. Для вырубки в нарядах. На окна, на двери. Для срубов. Такая штука. Плоская. Частично ушедший топор. Еще тут какая-то непонятная вещь. Болты. Это чугун какой-то. Это лемех у нас наносит. И гайка квадратненькая. Тоже мелкая, но тяжелая. Нормально. Хотя, короче, он брат пошел. Вот. Мы вот сейчас к той вот посадке сходим. Там тоже много накопано. И довольно-таки прилично сигналов попадается. Там покружим, короче. И, наверное, будем выдвигаться ближе к дому. Ребята что-то нашел вообще могучее. Вот отсюда. И туда он в куст уходит. Вот здесь кончается. Метра два. По звуку что-то неплохое. Ну, все, короче. Посмотрим, что такое. Что тут? А, стогомей. Вот еще один. Я думал, что-то поинтересней. Ничего, стогомет тоже есть. Все, последний островок. Ну, тут довольно-таки большой островок. Посреди поля. И, короче, уходим. Уезжаем. Ближе к дому. Все, наверное, на сегодня последние находочки. Вот. В одну кучу обложили, короче. Половина была. Вот эти два лемеха были. От бараны вот это было. Вот эти два лемеха целых сейчас нашли. И вот эти вот куски тоже сейчас нашли. Ну, тоже мелкое, но вес нормально прибавляет. Вот. Все, лемешок, да? Вот и все, один лемешок. Скорее всего. Ну, я. Практически наверху. Такой вот кривенький, но целый. Плюс около пяти килограмм. Вот он как раз. Такой, какой надо. Пяти килограммовик. Сейчас вот здесь маленькое кружение, но все, уходим. Мошек, тьма просто. Все, следующий день. Сегодня вывозим металл. Операция эвакуации происходит. Короче, все распилил, вчерашние колеса. Это цельный литой вал. Отпилил одного колеса и второго. Вот так вот. Не знаю, сколько эта штука весить будет. Придется две ходки делать. Потому что еще два колеса, вот эта балка. Еще стагомер здесь. Ну и там, не по мелочи еще. Штиль двадцать пятый. Кругло ушло вообще маленько, пару сантиметров. Бычок бензина. Все остальное железо уже вывезено. Осталось только вот это. Напоследок оставили. Короче, сейчас буду вывозить, потом покажу сколько всего получилось. Все, операция эвакуация закончена. У тачки весь борт расщипала диском. По итогу получилось. Вот так вот. Вот так вот. Вон там балка лежит, стагомер. Целый мешок мелочи тяжелый. Еще мелочевка. Еще один стагомер арматурина. Транспортерка. Две ромашки тут. Третья тут стоит. Еще мелочевка. Рулон проволоки нашелся. Трак лежит. Диск. Крыло. В общем, вот такая. Вот такая вот получилась. Ручка не бахает довольно-таки. Я думал, больше 600 должно быть. Приблизительно. Вот так вот. Цветы. В ту сторону можно больше не ходить. Там больше нет места. Теперь вот с другой стороны дороги. Вот там полей просто тьма. Еще больше, чем с этой стороны. В общем. Всем пока. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Увидимся в следующих роликах. Подписывайтесь на канал. В общем, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...